МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда речь заходит о столетнем юбилее уголовного розыска, историки лишь качают головой. Уже к середине 16 века в России служивым людям предписывалось разыскивать преступников. Если при обыске кого-либо признают лихим человеком, найдя у него поличное, злодея того по обыску и по разбойничьим речам, и по поличному казнить. Даже если подозреваемый будет на пытке отпираться. Хорошие были законы, эффективные. Для того, чтобы они появились, нужна была крепкая правовая культура. Еще в русской правде 1016 года прописывались тонкости разыскной работы. Тогда это называлось след Гнати. А наиболее тяжкими преступлениями в 11 веке считались разбой, поджог иконократства. Похоже, за тысячу лет мало что изменилось. Рождением современного российского уголовного розыска принято считать 5 октября 1918 года. Постановление Народного комиссариата внутренних дел России утвердило положение об организации отделов уголовного розыска, в котором излагались основы организации и задачи этой службы. УГРО должно было охранять революционный порядок путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. Соответствующие отделения учреждались при всех губернских управлениях рабоче-крестьянской милиции в городах уездных и посадах с населением от 40 тысяч жителей. Уголовный розыск всегда был и остается одним из самых важных подразделений полиции. На него возложено решение основных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений и преступлений имущественного характера, противодействие незаконному обороту наркотиков, выявление лиц, совершивших либо причастных к совершению криминальных действий, розыск скрывающихся от суда и следствия преступников, а также людей, пропавших без вести. При этом борьбой с организованной преступностью, терроризмом и проявлениями экстремизма занимаются отдельные структурные подразделения. В Одинцовском уголовном розыске работает 105 оперуполномоченных полиции. Все без исключения имеют высшее профессиональное образование. Сотрудники показывают стабильные, положительные служебные результаты. Достигать таких показателей удается благодаря широкому комплексу хорошо скоординированных мероприятий по защите прав и свобод граждан, охране от противоправных посягательств и интересов государства и общества. На протяжении ряда последних лет личный состав отдела уголовного розыска работает в условиях сложной криминогенной обстановки. За отчетный период на территории обслуживания управления зарегистрировано 11 убийств, за аналогичный период предыдущего года 13, 7 изнасилований, прошлый период 5, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавших, 4. Раскрываемость преступлений по этим наиболее резонансным статьям Уголовного кодекса остается выше или на уровне областных показателей. В этом году раскрыто 100% изнасилований и смертей, вызванных тяжкими телесными повреждениями, 90% убийств, 63% случаев незаконного оборота оружия. Традиционно самое серьезное внимание одинцовские оперативники уделяют раскрытию имущественных преступлений. Во многом благодаря профессиональной работе в этом направлении в 2018 году произошло снижение числа краж, в том числе краж автотранспорта, грабежей, разбоев и случаев мошеннических действий. При этом, если раскрываемость грабежей осталась примерно на прошлогоднем уровне, то разбои раскрыты все до единого. Общеизвестно, что значительное влияние на криминогенную обстановку имеет уровень наркотизации территорий. Таким образом, борьба с незаконным оборотом наркотических средств является одной из первостепенных задач уголовного розыска. Усилия в этом направлении дают не только прямой, но и отложенный профилактический эффект. Еще одно приоритетное направление в работе оперативников – проведение комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия экстремистской и террористической деятельности. За отчетный период возбуждено 3 уголовных дела по профильной статье 207 Уголовного кодекса России, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Все эти преступления раскрыты. Также в 2018 году за совершение преступлений разыскано 26 правонарушителей и найдено 11 человек, числившихся пропавшими без вести. К опасной и сложной работе уголовного розыска наше общество всегда относилось с уважением, а к его сотрудникам – с большой симпатией. Умный, сильный, профессиональный, бесстрашный, уверенный в себе и в своих товарищах человек – именно таким представляет обычный гражданин оперуполномоченного полиции. И поверьте, образ этот недалек от истины.